16 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1916 году, на Закавказском фронте Первой мировой, русские войска генерала Юденича взяли турецкую крепость Эрзеру. Неприступные форты, пушки, знамена. Главнокомандующий Кавказской армии великий князь Николай Николаевич подошел к войскам и поклонился им до земли. Затем расцеловал Юденича. Так писал современник. Как-то принято считать, что Первая мировая война велась в Европе, а про Закавказский фронт обычно забывают. Между тем, здесь, в сражениях с турками, у русского оружия были большие успехи. Турецкой армии противостояли и англо-французские войска, но в течение почти всего 1915 года они не смогли сломить ее сопротивление на Галлиполийском полуострове. Англичане с французами эвакуировались с занятых плацдармов. Турция начала перебрасывать войска из района Черноморских проливов на восток для наступления против главных сил русской Кавказской армии. Нам ничего не оставалось, кроме как перейти в наступление и разбить противника прежде, чем он завершит перегруппировку. Самый верный путь — лишить турок важного узла коммуникации и основной базы снабжения — города и крепости Эрзерун. Новый 1916 год русские солдаты и офицеры встречали в тяжелейших условиях. Снежный буран дул наступающим войскам в лицо. Приходилось пробивать себе путь в глубоком снегу. 75-дневная эрзерунская операция проходила зимой на Горном театре. Сначала коротким ударом было нанесено поражение живой селе турок, а затем взята крепость Эрзерун. То, что решения принимались быстро, вовсе не означало спешки. Планы боевых действий были продуманы и хорошо разработаны. Коррективы в них вносились оперативно, совершались неожиданные манёвры. Прошло несколько дней, и русские войска, преодолев линию обороны, уже стояли перед турецкой крепостью. Но брать неприступные форты сходу было нереально. В тылу началось обучение солдат штурмовым действиям. Юденич применил новшества. Создавались штурмовые отряды с дополнительными пулемётами и сапёрными подразделениями для разрушения укреплений. Первая атака началась во время метели. Русские части шли вперёд в маскхалатах, невидимые врагу. За двое суток удалось взломать один из флангов. Что дальше? Судьбу Эрзерума решило донесение нашего лётчика из единственного в армии Юденича авиаотряда. Он летал на разведку и на обратном пути с трудом перевалил в разряженном воздухе через хребет, буквально касаясь крыльями камней. В аэроплане были и пробоины от пуль. Лётчик ворвался в штаб, даже не переодевшись, в кожаном костюме и шлеме. Его донесение стоило спешки. На улицах Эрзерума необычные движения, на запад тянутся повозки. Генерал Юденич немедленно отдал приказ об атаке по всему фронту. Всё произошло именно так, как и предполагал командующий. Турки уже начинали оттягивать свои войска. И теперь русские полки один за другим врывались на плечах врага в неприступные форты. Через Карские ворота города Эрзерума первой вошла казачья сотня. При штурме было захвачено в плен 235 турецких офицеров и около 13 тысяч солдат. Турки были отброшены на 70-100 километров к западу. За всю Эрзерумскую операцию русские потеряли офицеров 64 убитыми и 336 ранеными, а также солдат 2275 убитыми и 14 460 ранеными и обмороженными. Великий князь Николай Николаевич по телеграфу сообщил императору Николаю II свое мнение о генерале Юдениче. «Заслуга его велика перед вами и России. Господь Бог с поразительной ясностью являл нам особую помощь. Но, с другой стороны, все, что от человека зависимо, было сделано. Эрзерум пал благодаря искусному маневру в сочетании со штурмом по местности, признанной непроходимой». Русский солдат вынес на себе всю тяжесть Первой мировой войны. Гумбининское сражение, оборона крепости Осовец, Брусиловский прорыв – славные вехи нашей военной истории. В их ряду и взятие крепости Эрзерум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok